Инопром С докладом выступал вице-президент форумники Антон Атрашкин. В зале находились глобальные руководители всех ключевых производителей промышленной робототехники мира. Это важный шаг, ведь если АФР поддерживает Инопром, значит за выставкой наблюдает весь мир робототехники. В июле в Екатеринбурге соберется элита отрасли. От АФР приедет Чонгу Пак, член правления федерации. Профессор Пак выделяет несколько глобальных трендов робототехники. Экзоскелеты для медицины и промышленности, а также летающие экзоскелеты, беспилотные летательные аппараты, медицинские роботы-роботы-хирурги, промышленные роботы, работающие в кооперации с людьми. Андреас Бауэр – еще один представитель АФР. На Инопром он приезжал еще в марте, когда в Москве проходила конференция в рамках подготовки к выставке. По прогнозам Бауэра, к 2016 году уровень использования робототехники в России вырастет на 60%, а в целом внедрение роботов в мировую экономику будет прирастать на 5% ежегодно. В Инопроме 2014 примут участие главные мировые лидеры робототехники – компания FANUC, ABB, KUKA, KAMAO, а также российские производители роботов под эгидой Минпромторга РФ. Немецкая KUKA – один из трех ведущих поставщиков роботов для автомобильной промышленности на мировом рынке. Первого в мире шестиосевого промышленного робота она выпустила еще в 1973 году. На данный момент KUKA Robotics Corporation и все ее филиалы произвели почти 100 тысяч роботов. Они используются на производстве General Motors, Ford, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Harley-Davidson, Boeing, Swarovski, Coca-Cola и многих других. FANUC занимает второе место в рейтинге наиболее успешных компаний Японии. Она опередила даже Canon, Toyota и Honda. В 1985 году FANUC стала первой компанией, которая использовала собственных роботов для создания роботов. К 2013 году во всем мире было установлено свыше 250 тысяч роботов FANUC. На стенде Russian Robotics будет представлена российская робототехника. Можно будет увидеть, например, мобильный робототехнический комплекс разведки и пожаротушения, систему распознавания лиц-клиентов Vision Labs Luna и даже антропоморфных роботов, которые могут быть использованы в промышленности, науке, медицине и космосе. Сегодня в мире действует около полутора миллионов промышленных роботов, и лишь небольшая их часть пока приходится на Россию. По данным World Robotics, поставки промышленных роботов в Россию в 2012 году составили всего чуть более 300 единиц, в основном для автомобилестроения. Для сравнения, Китай в том же году – 23 тысячи.